приветствую всех на канале есть поесть и сегодня предлагаю самый вкусный самый нарядный и самый новогодний десерт и хотя это традиционная рождественская полена безусловно она может украсить и новогодний стол готовится очень просто а впечатление производит не только на детей но и на взрослых этот эффектный и нежный десерт надолго запомнится тем кто его попробует а список ингредиентов открывайте под описанием к видео для начала к муке добавляю порошок какао и размешиваю яйцам комнатной температуры добавляю соль сахар и взбиваю миксером сначала на средних оборотах затем увеличиваю до максимума и взбиваю минут 8-10 до получения светлой пышной массы она должна быть устойчивой посмотрите след остается далее в несколько этапов просеиваю через сито смесь муки и какао порошка и каждый раз аккуратно размешиваю лопаткой движениями снизу вверх противень застилаю пергаментом размеры моего противня 30 на 36 сантиметров выкладываю тесто аккуратно распределяю и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 10-12 а вы ориентируйтесь по своей духовке проверяя на готовность зубочисткой самое главное корж не пересушить далее для удобства я беру тефлоновый коврик можно взять кусок пергамента переворачиваю корж и освобождаю от бумаги скручиваю рулетом вместе с ковриком и даю остыть тем временем сделаю украшение в кастрюльку кладу сахар добавляю кусочек масла порошок какао ванильный сахар и наливаю молоко отправляю на плиту довожу до кипения и после этого варю секунд 20 непрерывно помешивая любое самое обычное печенье измельчают до состояния муки добавляю сюда глазурь еще раз перемешиваю и дам постоять несколько минут чтобы пропиталась затем делю на любое количество частей в зависимости от желаемого размера шишек формирую шишки легче это делать руками смоченными водой кстати у меня на канале уже есть рецепт таких шишек подробно вы можете посмотреть по ссылке которую видите сейчас в правом верхнем углу далее ножом делаю неглубокие надрезы имитируя рисунок шишек для крема беру сливочное масло комнатной температуры посмотрите оно должно быть хорошо мягким добавляю сахар или сахарную пудру и ванильный сахар взбиваю миксером до пышности и до растворения сахара затем в несколько этапов добавляю творожный сыр или крем-чиз также комнатной температуры каждый раз взбивая беру примерно столовую ложку масла оставленного от общего количества раскрошу шоколад я использую горький отправляю в микроволновку и буду нагревать периодически вытаскивая и размешивая дам остыть затем также порциями буду добавлять в крем и размешивать миксером крем готов далее беру заготовку разворачиваю равномерно распределяю крем немного не доходя до края сворачиваю рулетом кстати примерно одну третью одну четвертую часть крема нужно оставить для украшения перекладываю рулет на чистый кусок пергамента заворачиваю и отправляю в холодильник на один-два часа в оставшийся крем добавляю 40 граммов растопленного шоколада конечно крем можно сделать сразу и для начинки и для украшения но так как я использую горький шоколад крем получится с горчинкой что мне не очень нравится а больше сахара я добавлять не хочу поэтому я делаю именно таким образом теперь чтобы окончательно оформить десерт мне нужно отрезать от рулета края делаю я это наискосок заодно посмотрите как рулет выглядит внутри со второй стороны отрежу чуть побольше делается это совершенно произвольно как вам захочется выкладываю на блюдо центральную часть и кусочки по бокам срезом к основной части и накладываю оставшийся крем хорошенько промазывая все стыки делаю это не заглаживая чтобы имитировать неровности коры дерева друзья если вам понравился рецепт не забудьте поставить лайк и обязательно напишите в комментариях а вы обычно делаете десерты к новогоднему столу или обходитесь без них выкладываю шишки в любом порядке и веточки розмарина можно также использовать чабрец сахарной пудрой посыпаю шишки а затем совсем немного само полено ну вот и все чудесный новогодний десерт готов кстати сам рулет можно сделать заранее и даже его заморозить а затем оформить незадолго до подачи и если уж в новогоднюю ночь не дойдет дело до этого десерта то думаю 1 января вы с удовольствием попьете с ним чай и между прочим такой торт можно преподнести в качестве подарка своим друзьям или близким смотрите на канале есть поесть и другие новогодние рецепты выпечка горячие закуски десерты ссылка будет под видео а я желаю всем приятного аппетита удачных экспериментов на кухне увидимся в следующих видео